Когда-то, лет эдак тысяч пять назад, человечество вовсю занималось сельским хозяйством. И если с выращиванием провизии проблем не возникало, то вот с ее доставкой дела обстояли значительно хуже. Полегче стало, когда кто-то заметил, с какой легкостью катятся бревна и догадался подложить их под эти импровизированные салазки. Прошло несколько веков, и бревна трансформирулись в привычные нам колеса. Поистине гениальное изобретение человечества. И даже его до сих пор совершенствуют. Это «Законы физики» и я, Тумилович Николай. Поговорим сегодня об автомобильных дисках. Долгий путь колеса. Гнуть или ломать. Какая связь автомобильных дисков и шоколада. А на вкусу-то никак не влияет. Ремонт ценою в жизнь. Ремонт литых дисков незаконно. Это абсолютно криминальный случай. Долбанем с размаху. И вес имеет значение. Основное, что дает легкое колесо, это плавность хода подвески. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Начнем мы с эксперимента. Для этого нам понадобится один автомобиль, три разных типа дисков, передвижной шиномонтаж и одно дорожное препятствие в виде бордюра. Дорогу портить не будем, поэтому вместо бордюра мы используем вот этот вот металлический швеллер. Посмотрим, что произойдет с нашими дисками при их ударе об эту железяку. Рисковать будем только колесами. Жизнь нашего помощника нам дорога. Поэтому сильно разгоняться не будем, обойдемся скоростью в 30 км в час. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Первым испытанию подвергнем штампованный диск. Поехали! Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова ОКулакова теперь литой диск поехали и наконец третий участник нашего эксперимента кованый диск поехали почему один диск погнулся о другом и хоть бы хны расскажем позже а сейчас немного истории и теории долгое время основная часть колеса была деревянной металлической делали лишь внешнюю часть обода для большей прочности но развитие автомобилей поставила перед инженерами две задачи повышение износа устойчивости и увеличение темпов производства тогда и появились первые стальные диски оправу изготавливали из полосы металла а диск из листового металла который выбивали с помощью прессового оборудования затем два элемента приваривали друг друга для создания легкого и устойчивого к интенсивным нагрузкам изделия основным плюсом такой технологии стала быстрота что и позволило выпускать колеса в крупных масштабах по сути технология производства штампованных дисков с тех пор не изменилась но развитие автомобильного спорта требовало новых решений и вот 1964 год в сша на спортивный автомобиль установили первые колеса из алюминиевых сплавов 1967 году аналогичные колеса поставили в италии и японии но уже на массовые модели спустя десятилетия разработаны и утверждены международные стандарты на производство алюминиевых колес в наши дни алюминиевые диски производят двумя способами литьем и кофтой именно эти три типа дисков применяется на всех без исключения автомобилях от бюджетных малолитражек и до баснословно дорогих гиперкаров в чем преимущество каждого типа и в чем их недостатки разберемся то что один диск получил вмятину другой трещину а третий остался цел зависит от материала и технологий производства сейчас все автомобильные диски производят только из двух материалов либо стали либо алюминиевого сплава почему инженеры сделали именно такой выбор стальные колеса делаются методом сварки и штамповки из стали литые диски делается методом литья формы либо под давлением либо стандартным атмосферным литьем из алюминиевых сплавов как наиболее простой материал для литья потому что он хорошо заполняет форму поэтому используется именно алюминий впрочем делать диски можно не только из стали или сплава алюминия это доказали в 2008 году в германии выпустив диск в основе которого композитный материал карбон в спортивных автомобилях применяется колеса из углепластика с кевларовым армированием они получаются гораздо легче то есть даже может быть в два раза по сравнению стальным в 3 и уровень прочности у них даже с запасом превышает стальной прочность вот что для диска пожалуй самое важное и с этой точки зрения карбон вне конкуренции именно поэтому его применяют при изготовлении колес гоночных болидов никакому другому материалу подобной нагрузки не под силу что же касается стали и алюминия то оба эти материалы имеют свой предел прочности какой зависит в том числе от технологии производства к примеру предел прочности литого алюминиевого диска на порядок ниже чем у его кованого собрата почему ведь в основе у них один и тот же металл сперва стоит вспомнить что алюминий пористый в нем существуют пустоты которые при нагрузке деформируются как следствие диск ломается алюминий при производстве кованого диска прессуют под гигантским давлением около 10 тонн на один квадратный сантиметр в итоге в нем не остается пустот как мы уже сказали автомобильные диски изготавливают либо из стали либо из алюминиевого сплава однако если алюминий ломается а не гнется почему кованый диск не получил никаких повреждений в то время как его литой собрат трестут материал ведь один и тот же разница кованого и литого диска такая же как и у этих двух шоколадок сломать и прожевать пористый гораздо проще а на вкус это никак не влияет но вернемся к нашим дискам качественный литой диск также как и кованый способен выдерживать серьезные нагрузки если ваши планы не входят гонять на литых дисках по бездорожью на скорости 150 километров в час он вполне подойдет главное не нарваться на дешевую китайскую подделку эти литые диски одного диаметра и изготовлены по одной технологии но некоторые из них были куплены в официальных магазинах а другие по дешевке на рынке на внутренней стороне любого диска можно увидеть вот такую маркировку она обозначает максимально допустимую нагрузку она эта нагрузка должна быть рассчитана не только на спокойную поездку но и на внештатную ситуацию например на попадание в яму некоторые производители в частности это продукция из китая при ударе такого такое колесо полностью отделяется от ступицы соответственно потери управления автомобилем будет полная проверим эти диски на так называемое сопротивление удару уроним на каждый диск вес указан в качестве максимально допустимой нагрузки каждый наш подопечный должен быть установлен под углом 13 градусов так а и Тест на косой удар Это имитация наезда на препятствие под углом То есть имитация наезда на бордюр условно Соответственно она оценивает критическую прочность при резком ударе на диск Это один из основных тестов, которые китайские или некачественные диски проваливают в большинстве случаев В общем, как говорится, остерегайтесь подделок А мы продолжим наш рассказ и опыты с автомобильными дисками Оставим в стороне кованые изделия Неинтересно, оно не ломается, не деформируется А вот этих двух товарищей Классическую штамповку и обычное литье Мы сравним по еще одному параметру И имя ему ремонтопригодность В этой мастерской нашим дискам попробуют вернуть исходное состояние И поможет нам в этом Виктор, специалист шин-сервиса Виктор, здравствуйте Здравствуйте Ну давайте попробуем Да? Давайте Что у нас со штамповкой? Давайте посмотрим насчет повреждений, что вы скажете Насколько оно серьезное? Здесь у меня просто кантик Это борд Да И с этой стороны чуть-чуть мят сам диск Где? И какое повреждение из этих, можно сказать, более серьезное? Это больше вот это Потому что на него садится резина Вот на эти бортики Это наезд либо на бордюр, либо в канавку небольшую Ну понятно, давайте что править Хорошо Хорошо ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, Виктор, я смотрю, вы уже заканчиваете, да? Или уже закончили? Закончил Ага Ну, вот наш случай, я так понимаю, не очень сложный? Или как вообще? Нет Среднестатистическим Хорошо, сколько среднестатистический диск, с которым так обычно ремонтируется? Штампованный диск? Штампованный от 5 до 10 минут 5-10 минут? Максимум, да Да, и, ну, как вот примерно в нашем случае И сколько стоит ремонт такого диска? Все зависит от радиуса, но от... Ну хорошо, вот в нашем случае От 500 рублей Сколько? От 500 рублей Ну, а в нашем случае это 500? В вашем случае это... Да 500 рублей 500 рублей стоил ремонт нашего штампованного диска А теперь подвергнем отремонтированный диск уже знакомому нам испытанию на сопротивление удару Условия те же Скажите, а вот с этим диском, с литым, сколько будет стоить ремонт этого диска? Проще купить здесь новый диск, потому что здесь нужна аргонная сварка, покраска самого диска И в данный момент я бы не брал себе его делать, потому что это легкий диск Когда буду править кромку, она опять лопнет То есть даже если мы воспользуемся аргонной сваркой, то... Если мы заварим, то бесполезно То есть она может опять лопнуть Нет И что с этим диском делать? Его на переплавку можно отдать Вывод прост Штампованный диск можно ремонтировать, притом делать это недорого В нашем случае это 500 рублей А вот литье после повреждения можно просто выкидывать Почему ремонт литых дисков невозможен? Кристаллическая решетка алюминия имеет зернистую структуру И, соответственно, при любом локальном ремонте какого-то участка будет происходить изменение структуры В этих местах ремонта термообработка не будет соответствовать норме Переход этой зоны к основной части также будет неравномерный И что может привести в дальнейшем к сильному смятию колеса и потере Экономия на этом может быть плачевна Ремонт литых дисков всего лишь попытка недобросовестных мастеров заработать Даже после аргоновой сварки целостность, а с ней прочность дисков будут далеки от исходных А значит, рано или поздно этот диск разрушится окончательно Прочность ходовой части и конкретно колес Это последнее, что связывает автомобиль с опорной поверхностью, с дорогой В случае выхода из строя этого элемента может привести к полной потере управления автомобилем И к астрофическим последствиям к аварии Самое страшное, что предсказать, когда заплатка не справится с нагрузками, невозможно А это делает каждую поездку на якобы отремонтированном литье смертельно опасным предприятием Легко представить, что станет с машиной в один момент лишившейся колеса Стальная штамповка и стоит дешевле, и в ремонт отнести можно Литье дороже, а в случае чего, пожалуйте, за новым комплектом Но люди с маниакальным упорством продолжают ставить именно литые диски Почему? Ответ на этот вопрос нам подскажет такая страшная для многих женщин вещь, как Напольные весы Не надо быть оракулом, чтобы уверенно сказать Штампованный диск всегда будет тяжелее такого же диска из алюминия Разница может доходить до нескольких килограммов Причина, как всегда, в материале Алюминий изначально легче Кроме того, стальной диск нельзя сделать тонким Он просто не выдержит необходимых нагрузок А прибавка в толщине конструкции сказывается на весе А что такое вес дисков? Это неподрессоренная масса Конечно, речь идет не только о дисках, но их роль значительна А на что влияет эта самая масса? Прежде всего, на плавность хода При наезде на дорожную неровность колесо и другие элементы неподрессоренной массы поднимаются вверх Передавая определенные усилия на кузов От соотношения массы кузова и неподрессоренной массы зависит то, насколько ощутимым будет передающееся усилие Легкое колесо, как правило, не может быть прочным Даже если мы сравнивать будем кованые диски То кованый диск большей массы обладает большим запасом прочности Это кузов нашего автомобиля То есть подрессоренная масса Это неподрессоренная масса То есть наше колесо Ударим этим условным колесом по нашему условному кузову Как мы видим, мяч покатился небыстро Теперь возьмем мяч потяжелее ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА